вот смотрите мы совершали какие-то поступки в прошлом это все вот здесь складывается здесь внутри человека там складывается называется глубинная память там все складывается потом в результате влияния времени это все выходит наружу и начинает действовать в трех слоях если взять допустим ум человека был такой великий мудрец потанжали древний он взял и ум разложил на слои он объяснил что это подобно воде поверхность волны это наши мысли дальше под мыслями самом верхнем слое находится наше настроение и наш характер настроение мы свое чувствуем хорошо характер в основном через других людей они нам подсказывают ты считаешь себя хорошим а на самом деле у тебя есть проблемы мы сами не чувствуем себе но если мы доверяем людям они нам говорят об этом это все находится в верхнем слое сознания это еще не судьба судьба глубже в воде глубже средний слой то есть верхний связан с нашими мыслями это волны озера ума желание мысли побуждение воли человека это самая поверхность потом дальше идет настроение характер еще глубже и потом дальше идет средний слой озера ума там находится связь с нашими болезнями это тоже энергия ума но еще глубже здоровье человека мы уже не чувствуем свое здоровье мы чувствуем только когда она до поверхности доходит больно становится когда это до наших мыслей такой план мне больно а там что происходит внутри мы вообще не знаем иногда человек без боли но у него там уже четвертая степень рака допустим он не чувствует боли потому что это глубоко внутри ума находится здоровье но есть симптомы слабость являются сильным симптомом какой-то серьезного заболевания человек живет как обычно а чего-то сил нет надо обследоваться значит следующий слой ниже это удивительный слой который рядом с судьбой находится в этом слое находятся наши связи контакты с другими людьми самый неосознанный слой например директор завода говорит я тебя увольняю он чувствует плохой контакт со мной а я не чувствую с ним плохого контакта потому что моя судьба с ним взаимодействует в это время а со мной до до поверхности не доходит и вот потом когда мы уже приближаемся к песочку там на дне озера вот это и есть наша судьба там вот эти узелки судьбы находится и когда время их поднимает наверх доходит до первого слоя меня кто-то любит или ненавидит а я не знаю об этом ничего потому что до меня не дошло еще до верха до второго слоя влиять на здоровье до третьего начинаю я понимать что происходит судьба означает все что мы сделали в прошлом мы за это должны отвечать она как дорога там есть трудности есть спуски значит хорошо легко и легко жить есть подъемы тяжело я иду мне тяжело а бывают непреодолимые препятствия это стресс только если тебя поднимут на канате тогда ты залезешь на эту скалу а сам человек не может и когда человек поднимает на канате он начинает верить что есть высшее что-то в этой жизни не только мое а есть высшее которое дает мне возможности преодолеть непреодолимое понимаете я не думаю никак о судьбе это все описано в священных писаниях я пользуюсь этим описанием вам говорю как это есть все что я сказал вам это из древних текстов все имеет санскритские термины допустим им когда судьба действует на человека выходит этот узелок кармы то это называется вегас импульс воздействие на нашу судьбу а сам узелок кармы называется карма васана и так далее там есть определенные карма означает судьба я всего сейчас больше актуальную тему хочу разобрать эта тема означает враги человека есть силы которые по-любому разрушат нашу жизнь если мы им подчиняемся их называют враги человека это всего шесть сил и это значит что эти силы имеют контакт с энергиями которые мы не сможем победить своими силами единственный способ это отказаться от контакта с этими силами перестать с ними взаимодействовать пока человек с ними взаимодействует он становится как проклятым он не может ничего сделать с собой он не может победить свою судьбу есть одна детская песенка которая поет про эти силы вот но она попозже мы ее включим когда я все расскажу вот а сейчас я хочу о них рассказать первая такая сила которая разрушает жизнь человека называется вожделение эта сила означает что человек ослеплен неправильным представлением о любви сейчас все философии этого мира означает что секс это самое главное в жизни человек не понимает что этот обман настолько колоссально может плохо повлиять на его жизнь что он может разрушить всю его счастливую судьбу потому что природа вожделения такова что человек путает истинную любовь сложной это не только с человеком происходит такие разрушительные последствия это в природе описано в священных писаниях например мотылек он самое большое счастье испытывает от света да он видит свет он испытывает огромное счастье именно от света он и погибает всегда нет другой смерти для бутылка кроме как ожог а свет он погибает от огня мотылек всегда самое большое счастье рыба испытывает от чувства вкуса поэтому через чувство вкуса рыба погибает на крючке даже когда она испытывает боли от крючка она не может отказаться от этого чувства которое она испытала вкуса и все равно лезет на этот крючок у слона самое сильное чувство это чувство половое чувство поэтому слонов не надо там гонять по джунглям чтобы их поймать достаточно слониху просто обучить и она сама заводит слона в стойло все дикий слон сам заходит в стойло за слонихой ничего не видя вокруг себя этих опасностей всех не чувствует потому что он ослеплен у оленя самое сильное чувство это чувство слуха он застывает в лесу и наслаждается звуками леса всегда он очень любит звуки мелодию леса любит очень когда играет орожок это для него инопланетные звуки какие-то очень чистые светлые он бежит на эти звуки и попадает под пулю охотника так олени погибают из-за своей любви к слуху точно так же человек погибает от полового желания когда человек влюбляется в другую женщину не свою жену а половое чувство к близкому человеку сильное оно гаснет все время то есть никогда не может сохраниться у близких людей сильное половое чувство это невозможно оно гаснет всегда каждый день все меньше и меньше если вы к псопатологу пойдете он вам скажет ну надо там использовать какие-то средства там еще что-то ну всякую вам ерунду будут говорить а на самом деле надо понять просто что секс это не главное в жизни что любовь между двумя сердцами находится у людей оно это высшее чувство любовь и любовь надо учиться культивировать в отношениях секс это всего пять минут жизни а любовь это постоянно и когда человек верит вот в это чувство половое чувство то рано или поздно он видит перед собой девушку которая бы ему дала это возможность когда уже на жена не дает и в результате он бросает жену детей как он в это время человек абсолютно и у него вот это вот этот враг человека вожделение отшибает у человека отшибает всякую любовь к своим детям не только к своей жене он даже не понимает что это его дети родные он не может это понять у него отшибает всякую любовь к своим близким людям он просто как заколдован и идиот и люди говорят что его кто-то сглазил испортил или его там заколдовали как-то он сам себя заколдовал он верил в вожделение он верил в этого врага думал что это даст ему счастье в жизни и поэтому он попал в такую беду человек который разрушает свою семью потом об этом очень сильно пожалеет но только через несколько лет вот этот враг человека отпускает человека только через 2-3 года он призвеет после этого чувства представить какая сила поэтому в древней культуре очень много внимания уделялось в обществе чтобы это ну как-то объяснять людям делать так чтобы это ну вожделение не процветало в обществе в нашей культуре к сожалению люди об этом ничего не знают они не понимают как вот это чувство разрушает семью разрушает у человека все самое святое и ценность что у него есть жизнь что делает с человеком вожделение оно ему портит характер оно делает характер беспринципным пропадает совесть человек когда впадает в вожделение совесть до свидания все она перестает работать и он сам даже об этом не знает больше того я вам скажу человек который сам дает лекции людям работает над собой много лет попадая под влияние вожделения он делает то же самое если у него нет старшего или он не хочет слушать старшего единственное спасение от вожделения это слова старшего когда старший тебе говорит слушай ты что с ума сошел возвращайся назад если он как бы понимает что он должен послушать просто старшего он в это время не понимает что он с ума сошел он говорит это и есть мой близкий человек мой родной самый настоящий а то все было у меня иллюзия старший говорит возвращайся назад тот говорит хорошо как скажете я ради вас живу и идет туда назад свою семью и только через несколько месяцев до него доходит что его спасли от разрухи так действует этот враг человека это огромная сила когда человек под влиянием Сатурна попадает в стресс когда он чего-то хотел это цель его жизни и потом оп до свидания и он попадает в стресс это не то что у человека Сатурна напряг он обязательно в стресс попадет нет стресс это что такое это когда я верю не в то что нужно тогда будет стресс а если мне просто тяжело это не значит у меня будет стресс мне просто тяжело и ничего страшного стресс означает что это меня лишает того без чего я не могу жить Я хочу это в своей жизни, я бунтую, заставляю судьбу это иметь, но судьба не дает. В результате человек попадает в стресс, он тратит свои силы зря на то, чего он не может получить просто и все. Как проявляется начальная стадия влияния Сатурна? Психическая скованность, нетерпимость к обстановке, в которой находишься, тяжесть в голове, головные боли, нервное истощение, слабость, снижение работоспособности, боли в кишечнике, в суставах, невриты. Дальше увеличивается усталость в человеке, начинается трудность в деятельности, человек не может работать, у него нет сил, он не может удержать отношения в семье, не может сопротивляться несправедливости, которая наваливается на него в это время. На него давит жизнь. Он устает во время работы, давление сторон руководства постоянно, паника, страх, что выгонит с работы. Сильная усталость от домашних дел, давление со стороны близкого человека, страх дальнейшей совместной жизни. Так влияется Сатурна. Если человек хотя бы просто понял, что виноват не человек, с которым я живу, а просто влияет планета, хотя бы он это понял, это сильно облегчает жизнь. Потому что есть три степени приближения к победе над судьбой. Три степени приближения к победе. Первая степень называется безнадега. Если я считаю, что во всем виноват мой близкий, или мое правительство, мое начальство, моя страна, если я кого-то другого считаю во всем виноватым в своей жизни, это называется безнадега. Никаких шансов победить судьбу нет. Все. Человек как проклятый живет. Есть второй вариант межмышления. Во всем виноват Сатурн. Это уже получше. Потому что вина между нами находится. Ну, то есть, не я не виноват, не ты виноват. Время во всем виноват. Так действует судьба. Супер. Это уже второе приближение. К победе. Это уже лучше, если ты считаешь, так действует судьба. Близкий человек не виноват. Правительство не виноват. А страна хорошая, в которой я живу. Люди вокруг хорошие. Отлично. Это уже лучше. Теперь первая степень приближения, самое близкое приближение к победе. Труднодостижимая вещь. Даже трудно себе представить, что это так. Вообще не то, что даже в это поверить. Когда тебе больно, когда на тебя влияет плохая судьба, даже трудно представить, что это так. Каждому человеку. Даже тому, кто говорит эту лекцию, читает. Если кто-то сейчас подойдет, стукнет меня, я за ним погонюсь, назад ему сдачу. В это время я буду уверен, что он виноват. То есть я об этом говорю, сейчас это произойдет, и я так буду себя вести. Означает, что боль выводит человека из правильного понимания вещей. Он теряет разум в этот момент. Поэтому путь к победе такой. Прежде чем побеждать свою судьбу, человек должен сначала принять ее. Принять, а не побеждать. Надо понять, что это ты на самом деле являешься причиной своих проблем. Даже в том случае, если ты ничего плохого не сделал вообще. Тебя просто обездолили. Нечестно. Это значит, что в прошлом ты кого-то тоже обездолен. Сейчас ты этого не помнишь. Но мы не помним, потому что мы недостойны помнить. Мы же не помним, что мы же не знаем ничего о себе. Мы только пробуждаемся. Мы не знаем, что у нас будет будущая жизнь. Ничего не знаем об этом. Не знаем, что из прошлой жизни. Вы знаете, последний год где-то до меня начало доходить. Я об этом лекции уже 20 лет читаю. Мне несколько снов было интересных. Я в одном сне. Сон повторяется много-много раз. Я его знаю в деталях. Я был уверен, что это из моей жизни, из этой, сон. Потому что примерно похоже на то, что сейчас в этой жизни происходит. Но когда я начал его анализировать во сне прямо, я увидел, что ничего общего с этой жизнью этот сон не имеет. Хотя это реальность для меня очевидная. Те события, которые там происходили, я точно знаю, что это со мной происходило. У меня нет никаких сомнений. Но я понял, что этот сон, он не из этой жизни, прямо во сне. Я начал смотреть, анализировать лица людей, здания. Мы же впечатления в основном воспринимаем. Я начал пытаться понять, что за время, что происходит. Я увидел, что это время не настоящее, не сейчас. Здания все старинные, люди по-другому одеты, все по-другому вообще. И я тот же самый человек. У меня тот же характер, все то же самое. Но я живу не здесь, а там. И делаю примерно такие же вещи, как сейчас. Вот мне в институте очень трудно было учиться, очень трудно. И сон про это. Но там, в той учебе, я потерял институт, то есть я потерял возможность учиться. Я пытался восстановиться потом и так далее. У меня были большие муки, страдания. В этой жизни такого не было. А там было все именно так. Так я познакомил со своей прошлой жизнью. Кусочек узнал. Потом я начал в памяти пытаться раскручивать это. Узнал больше. Один раз, это тоже много раз в моей жизни повторялось, один раз, я когда сильно устаю, я во сне летаю. Лечу так себе, лечу. У меня крылья. Кто еще летает во сне поднимки? Видите, многие летают. Но это был необычный сон. Я летел, летел себе, летел, отдыхал. И вдруг неожиданно я начал думать, а вообще это откуда такое чувство? Неужели это просто так? Я начал, включил память, начал думать, думать, в прошлое уходил и прямо почувствовал себя птицей, что я летаю всю жизнь. Далеко, далеко назад в прошлой жизни. Самая высокая мечта, высота, высота. Хорошо, родишься птицей в следующую жизнь. О чем бы человек не мечтал, он этого достигает. Но только в этом теле не всегда это возможно. Нужно тело поменять. Например, в тень человека не выспишься. Чтобы выспаться, нужно другое тело. Например, в Америке есть такой мишка Коала. он сразу две мечты воплощает. Мечта о вкусной пище, за которую не надо работать. И мечта о сне. То есть, он всю жизнь висит на одной руке, этот мишка, и спит. А когда он просыпается, у него перед глазами самая вкусная в жизни пища. он ее ест, листики это дерево и потом опять спит. Так всю жизнь. Все, что мечтал, получил. Если человек всю жизнь хочет расслабиться, но устал от напряжения, хочется расслабиться, тело кошки оно очень расслаблено. Вот так руку подними, оно так и застынет. Он вообще не напрягается. Кошка. Если не наедаешься, хочешь кушать, ну пожалуйста, тело коровы. Она ест всю жизнь, даже ночью жует. Она постоянно, когда спит, тоже жует, все время. Наешься вот так до отвала. Тело человека не предназначено для этих видов счастья. Оно предназначено для счастья самосознания. Все остальные виды счастья животные тела, пожалуйста. Это такое жуткое откровение, но это факт. Если человек хочет вот чего-то другого, такого счастья, чего-то, то он получает какой-то вид животного тела. Не наплавался, допустим, акваланг, хочешь нырять, не парься. В следующей жизни в теле рыбы наныряешься вот так вот. Но тело человека не предназначено представляет. Представляете, как хорошо ныряет в теле рыбы? Разогнался, опа, ныряешь. Или, допустим, кто-то любит бегать, ну, антилопа, допустим, Тык-дык, тык-дык. И так всю жизнь. Супер, правда? В человеческом теле так не побегаешь. И так животные самые счастливые люди на свете. Это мы так любим этих собак, кошек, они такие счастливы в своем наивном счастье. Допустим, если человек хочет всех обругать, ну, не положено. Можно даже прав получить за это тело собаки. Ругайся, сколько хочешь, все официально. Можно гавкать на кого хочешь, без проблем. Всем с пониманием относятся, что ты находишься в теле собаки. Теперь видите, все, что я сказал, для вас является маловероятным. И хорошо. Потому что это откровение. это очень трудно понять человеку, что он может угодить в такую жизнь. Ну, может быть, и не надо сейчас. Может быть, есть смысл о чем-то другом сейчас думать, а не обдумывать вот эти все варианты. Нам не надо вообще об этом думать. Мы должны думать о высших вещах. Человеческое рождение самое лучшее, самое возвышенное. мы обладатели разума. Мы способны полностью поменять свою судьбу. Мы являемся жемчужиной творения. Прежде всего, мы должны понять, что такое разум все-таки, как он действует. Разум — это сила, которая соединяет нас со счастьем. Ум нуждается в счастье. Мы постоянно питаемся энергией счастья. Нам нужна для настроения счастье, для работы всех органов, для отношений с людьми. Допустим, если я хочу сказать что-то хорошее о своей жене, мне должно быть достаточно счастья внутри. Для того, чтобы счастья было достаточно для всего, человек должен его откуда-то брать. Большинство людей не заботятся об этом. Они хотят брать счастье откуда-то, но источники не выбирают. Например, большую часть счастья мы получаем из телевизора. Источник не очень качественный. Но телевизор не избавит от стресса. То есть нужна какая-то сила, чистая, светлая сила, которая бы наполнила меня такой силой счастья, которой бы мне хватило для того, чтобы на все хватило. Что значит на все хватило? Это значит, что психика человека не находится только внутри себя. Мы связаны с нашими близкими. Если ребенок заболел, мать чувствует, переживает. Что значит переживает? это значит, что ее энергии счастья не хватает для того, чтобы вы вылечить. Давайте приведем два примера. И эти примеры оба в зале будут. Допустим, у вас, кто из вас может поднять руки, у кого ребенок заболел сейчас, но вы не переживаете, вы спокойны. Это значит, что вам хватает внутренней силы, чтобы он вылечился. Все. Теперь у вас заболел кто-то ребенок или близкий человек и вы переживаете. Поднимите руку. Значит, вам не хватает внутренней силы, чтобы он вылечился. Но даже в этом случае, если мне не хватает внутренней силы, чтобы он вылечился, большинство людей не знают, где брать еще дополнительную силу. И они также не знают, как это происходит. Это вызывает большие трудности в жизни. Так, давайте об этом чуть поговорим. вот смотрите, некоторые люди замечали, что если у меня какая-то трудность, и я вспомнил о чем-то хорошем, мне стало легче. Почему так? Потому что через эту память ко мне пришла энергия счастья. Теперь сразу возникает вопрос, а ему станет легче, о котором я думаю? Кто нуждается в моей помощи, ему станет легче? Станет. Больше того, если вы наполните счастьем очень сильно изнутри, ему не только станет легче, а ему вообще может полностью пройти вся проблема. Это очень важно знать. И тогда отношения становятся очень высокими у людей. Была такая песня тоже красивая лет 30 назад. И там такой куплет. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны. Нитью незримую, нитью незримую наши любимые с нами связаны. Это очень важно знать, потому что часто люди не понимают, что это нить незримая, она является главной причиной проблемы, потому что это нить незримая или связь между людьми, это вполне реальная психическая энергия. Они описаны в священных писаниях древних, говорится, что эта энергия постоянно находится между людьми и она бывает разной. Например, если вы закрываете глаза, вспоминаете своего близкого человека и у вас возникает сердце к нему неприязнь или боль, обида, это значит, что ваша нить незримая, она разрушает вашу жизнь. Между вами плохая связь, отрицательная. И сколько бы вы друг с другом не проясняли отношения, не разговаривали, нить незримая не меняется. В сердце чувство к человеку близкому остается старым, потому что нужен другой способ, чтобы очистить вот эту связь с человеком, нужен другой способ. Разговоры не помогут. Этот способ люди знали в древней культуре, этот способ называется молитва или прощение, уметь любить, уметь прощать. То есть нужно знать прощать, что прощать, нужна сила, то есть ты очищаешь эту нить. Ой, слава Богу, мне стало легче, все, я перестала плохо о нем думать. Ты перестала плохо думать, потому что ты получила какую-то силу, которую ты направила с помощью памяти на эти отношения. Чтобы простить, нужна сила, эта сила находится где-то энергия счастья. И вера означает связь с этой силой. Почему люди верят в святость? Потому что святость, святые люди, святые предметы, священные писания, святые места обладают этой силой, силой, которая входит в сердце и становится хорошо внутри. И на душе не случайно светло, и не случайно весело. Ну, то есть, здесь хорошо становится внутри, не случайно, потому что ты сконтактировал с этой силой. Некоторые думают, ну, вот у меня есть вера, я верю в Бога, ну, что-то мне весело не становится и светло, как-то, может быть, не веру поменять. Также тоже некоторые думают, когда, допустим, с женой тоже что-то не весело, или с мужем, может мне жену поменять, в этой стране не весело, может мне страну поменять. Такое мышление, оно означает, что человек не понимает причину глубокую. Причина заключается в том, что точно так же, как мы чистим зубы, надо чистить свои отношения с верой, надо очистить свои отношения с женой, надо очистить свои отношения с страной, со своей, в которой ты живешь. Менять ничего не надо, надо углублять, очищать, приводить все в порядок. Поверхностные люди думают сейчас поменяю, все будет хорошо. Ничего не будет хорошо. Временно да, сначала будет хорошо, немножко, а потом как обычно. То есть каждый день человек должен тратить какое-то время для того, чтобы очистить свои отношения с этим миром. Мне сейчас идет тяжелая судьба, мне требуется дополнительное время, чтобы очищать. Например, когда я ехал сюда, в Болгарию, я знал, что здесь трудности будут с организацией лекций. И я молился за это, потому что это не только организаторы должны страдать, я тоже взял на себя внутреннее вот это чувство что я должен как-то в молитве помочь, чтобы все было хорошо. Когда мы помним что-то, думаем о чем-то, мы можем понять объем работы, такой технический термин. Как это понять? Если я не хочу об этом думать, мне тяжело, первое впечатление, может, вообще этого не надо, то это означает, что там есть тяжелая судьба и она побеждается с помощью дополнительной энергии счастья. Нужно дополнительно помнить о чем-то святом, думать о чем-то возвышенном, для того, чтобы потом эту память вложить в то, где находятся проблемы. Когда человек вспоминает параллельно что-то возвышенное, он может преодолеть трудности. Большинство людей, когда им плохо, они на этом фокусируются и не могут ни о чем другом думать. Это означает, что они хотят своими силами преодолеть проблемы. У нас сил не так много. Но есть люди, которые верят, верующие люди. Что значит верующие? Это значит, что им трудно, они своими силами не преодолевают проблему. Они в это время помнят не о своей боли и трудности, а помнят о том, что дает им радость и чистоту, что приносит им счастье. И это счастье сразу же приходит внутрь, сразу же наполняет нашу жизнь счастьем и сразу же начинает побеждать препятствия. Такие люди называются удачливыми. Что такое удача? Удача это не то, что там как-то повезло. Удача означает правильное понимание вещей. Теперь сразу возникает вопрос, как же наполняться? Вот смотрите, в обычном состоянии жизни мы всегда думаем только о себе. То есть человек говорит, Олег Геннадьевич, можно задать вопрос? Он говорит, я мне, я мне. В это время. Это нормально. Я не против этого. Я просто говорю, что некоторые люди очень мало, но есть такие. Они тянут руку, я их спрашиваю, они стоят и говорят, у меня есть много проблем, но я хочу сказать спасибо вам за все. И больше ничего. и садятся. Теперь это не значит, что вы так сейчас должны делать. Нет, это искусственно не сделаешь. Я говорю вам о том, что у людей есть два состояния сознания. В одном состоянии сознания человек побеждает судьбу, а в другом он всегда остается побежденным. Человек может победить судьбу тогда, когда он отвлекается от своей судьбы, когда он начинает наполняться энергией счастья, идущей откуда-то, и забывает про себя, а еще больше, когда он этой энергией служит этому счастью, тогда все в его жизни начинает меняться к лучшему само. Потому что счастье знает куда идти, нам не надо обязательно бережевать о ребенке. Счастье ко мне зашло внутрь, куда оно пойдет? Конечно же пойдет к ребенку, потому что там не печалится, когда у нее ребенок не так сильно болеет, что у ней хватает сил. Она не печалится, потому что счастья хватает для него. Оно наполняется, он наполняется счастьем и так. Печаль возникает, когда не хватает. И люди в этот момент не знают, что делать. Почему они не знают, что делать? Потому что у них нет знания, что делать. Надо в этот момент забыть про себя. Этот путь неведом. Все люди идут куда? Они идут за любовью, за счастьем, они пытаются получить себе все в жизни. Получить хорошую семью, получить хорошее образование, а идти за Богом следом, ну как бы непонятно зачем, что я от этого получу. Ну то есть человек не понимает, идеи у него нет, потому что он не знает, что главная проблема в нашей жизни это не хватка мужа, нехватка работы, это не проблема, это следствие. У нас главная проблема заключается в том, что у нас недостаточно света внутри, чтобы это все иметь. Мы недостаточно освещенные изнутри, у нас не хватает этой энергии, которая бы дала мне возможности в жизни эти все иметь. Причем человек, который это имеет, он даже и не думает об этих возможностях. Они сами по жизни к нему приходят само собой, он не сильно об этом беспокоится. Главная проблема заключается в том, что мы так сильно прикованы к себе, то есть мотивированы страхом так сильно в жизни, что мы не можем начать мотивироваться любовью и начать отдавать себя. Это очень сложно сделать. Тем более, что ты не можешь отдавать себя, если у тебя там ничего нету. Не хватает на себя даже сил, как себя отдавать. Поэтому человек должен полюбить то, что даст ему взамен силы. Когда человек любит природу, она ему всегда взамен силы дает. Когда человек людей в целом любит, они ему всегда силы дают. Меня спросила журналистка вчера на телевидении, которое я давал интервью. Кстати, по закону судьбы ему не суждено было этому интервью раньше, чем закончатся лекции. как бы влетится. так наша судьба сейчас действует с благовестом. И журналистка спросила, откуда силы три часа читать лекции? Ну, как вы думаете, откуда? Ну, так, навскидку. Не, не душа. Откуда силы? От вас. От вас силы. В ваших глазах эти силы накоются. Ваша доброта, ваша любовь. Ваша любовь. Вы даете мне эти силы. Вы сами. Ваша любовь дает мне сил читать лекции. Иначе какие будут силы? Если кто-то недоволен во время лекции, мне не нравятся твои лекции. сил нет и сразу плохо становится. Силы исходят только извне. Изнутри у нас очень мало сил. Мы очень ограничены. Надо сначала отдать себя Богу, а потом людям. Наполниться этой силой, отдавать себя людям, а люди будут возвращать назад, и это бесконечно. То есть человек будет всегда счастливым, будет всегда успешным, всегда наполненным, потому что в этом заключается смысл человеческой жизни, а стресс означает, что мы не тому себя отдали. Почему стресс-то возникает? Потому что мы не получаем этой энергии веры, назад силу не получаем для того, чтобы жить этой сильной полноценной жизнью, которой должен жить человек. Следующая тема, которую мы с вами обсуждаем, это виды стрессов или виды сил, которые возникают как стрессовые ситуации. Можно это как-то отождествлять с планетами, а можно не отождествлять. Просто надо понять, что планеты, они всего лишь являются резонаторами тонких энергий. то есть в них находится контакт с энергией времени, через них энергия времени действует на нас. Это огромные массивы, там, где есть грубое материальное там же есть обязательно тонкое вещество. Понимаете, когда рядом в Солнечной системе находится огромная планета какая-то, там очень много психической энергии в ней тоже заложено. И хоть мы ее почти не видим, влияние на нас колоссально. мы даже не представляем какое сильное. Я проводил такие эксперименты с людьми. Вот смотрите, допустим, есть камень, вот этот синий корунт, он связан с Сатурном. Сатурн, он, если он плохо влияет на человека, у человека возникает головная боль. Если ему одеть камень, который меняет просто волновую контакт с Сатурном, меняет, то головная боль начинает проходить, потому что меняется качество энергии, которая влияет на него. Я могу здесь продемонстрировать этот эксперимент, если хотите. У кого из вас голова побаливает? Я посмотрю, если это влияние Сатурна, вот у вас да, влияние Сатурна. Ага, подходите сюда. Ну, подходите, не стесняйтесь. Вы знаете, я не кусаюсь. она у нас на фестиваль ездила к нам. Спасибо вам большое. Давайте, вы мне не подыгрывайте, просто скажите честно, может получится, может нет. сейчас не болит? Сейчас не болит. Нет, надо, чтобы сейчас болело. Так нечестно. Ну, вот да, мужчина, давайте вы. Извините. Подходи. Вот у него, да, Сатурн плохо действует. Сейчас мы проверим, работает система или нет. Вот камень, я с себя снял. Так, дайте посмотрю, сколько звезд тупо. Вот эта фаланга средняя на среднем пальце, она связана с Сатурном, вот эта серединка, эта фаланга. Каждая фаланга со своей планетой связана, на всех пальцах. Я беру этот камешек, прижимаю к этой фаланге ему. Камень? Это как синий сапфир. Это синий сапфир, только он более дешевый, не такой чистый, называют синий корунд. Корундом, да. синий Например, первая планета Сатурн. Она дает сильную работоспособность, если человек любит свой труд. А если человек не любит труд, то он тогда попадает под негативное влияние Сатурна и копит это негативное влияние в себе. И это может привести его к стрессу, связанному с влиянием Сатурна. Вот уже пошло, я вижу, пошли как бы изменения. Да? Чуть-чуть. Что значит? Меньше стала болеть голова? Да. То есть они пошли, он начал действовать камень? Еще больше. Ну понятно, что не за 5 секунд. Даже таблетка так быстро не действует. И то, что камень. Но камень быстрее, таблетки, кстати, действуют часто. Итак, вот допустим, если человек попадает в такую ситуацию, что он теряет работу, допустим, садится в тюрьму или начинает обездвиженным становиться, начинает сильно болеть. Это связано с планетой Сатурн, с Леонидом. Она действует на нервную систему, она связана с работоспособностью человека, она связана с лишением свободы, она связана с лишением собственности, имущества и в целом считается главной планетой, которая создает стресс. Ну то есть она самый главный воспитатель нашей жизни, это планета. Большинство трудностей человек, которые связаны, они связаны с неправильным отношением к труду. Поэтому правильное отношение к труду у нас является ключевым правилом жизни. Если человек неправильно относится к труду, он попадает в разные ситуации тяжелые в жизни. Труд занимает одну треть нашей жизни. Если человек неправильно относится, он попадает в такие вот сложные ситуации. Как у нас дела? Лучше. Лучше сказать. Камень оставлять или мень назад можно взять? Ладно, все. Мы просто проэкспериментируем. Ведь если человек обладает этим знанием, как сильно облегчает жизнь. Уже голова меньше болит. Ну и так далее. Ну то есть, как бы, не то что камни. Покупайте камни, все проблемы будут лишены. Это, конечно, обман. Потому что камни снимают только какие-то эффекты в теле. Но от этого судьба не меняется. Если ты неправильно живешь, то ты получишь наказание за это. И аскезы побеждают эти наказания. Например, если человек лишен имущества, то аскеза возвращает назад это имущество. Если человек лишен работы, то аскеза возвращает назад эту работу. Если человек лишен здоровья, то есть у него позвоночник болит, нервная система страдает, аскеза возвращает назад это здоровье. То есть, все, что связано с Сатурном, побеждается аскезой. Что такое аскеза, допустим? Пост это аскеза. Аскеза это добровольное лишение себя свободы. То есть, ты просто стоишь неподвижно, вот так молишься. Это аскеза. Или постишься, не ешь. Это аскеза. То есть, есть разные виды аскезы, есть благостные аскезы, когда человек аскезу делает, не вредя своему телу и другим людям, и делает для этого удовлетворение Бога. Пример молитвы является такой аскезой. Пост, посещение святых мест. Человек идет просто по святым местам, много километров проходит, поклоняет святым местам. Это аскеза для удовлетворения Бога. Она убирает злое влияние Сатурна. Наказывающее влияние Сатурна убирает. Такая аскеза. Почему мы так сильно об этом? Почему все руки я посмотрел? Потому что знайте, что влияние Сатурна это самое опасное для судьбы влияние. В это время разрушается жизнь, может близких людей уйти из жизни, близкие люди. Может быть тюрьма, может быть какие-то лишения серьезные. И в это время, когда у человека влияние Сатурна на его жизнь наступает, то человек должен обязательно аскетично жить. В это время не надо позволять себе там роскоши и не нужно позволять себе там каких-то... Вот смотрите, видите, каждый человек по-своему объясняет, почему с ним что-то происходит. Это объяснение может быть имеет место быть, но знаете, все гораздо примитивнее. Пришло время и человек страдает. Как бы он себе это не объяснял, страдания будут происходить все равно. У вас сейчас идет плохой период, девушка сзади, которая сказала, да. Этот плохой период уже заканчивается, но он был очень тяжелым. И это связано с тем, что вы с рождения уже должны были это прожить. Но это не то, что вы так вот неожиданно получили. Это было запланировано в вашей судьбе. Мы сейчас не говорим о врагах человека. Мы говорим о том, что по плану происходит. Приходит время, человек страдает. Разные планеты могут держать его в состоянии страдания. Как держит человека Сатурн в состоянии страдания? Он человека сильно напряжает психически. Человек не может достигнуть то, чего хочет в жизни. Он как бы лишается источника счастья. Он становится зажатым, как будто его сковывает что-то. Не дает, не пускает его. И знаете, что если человек такой совершает серьезные аскезы, он разрушает эти цепи. С любовью трудиться, что-то делать для Бога, пост и так далее. Это все разрушает эти цепи Сатурна. Эти цепи только кажутся неразрушимыми. Они спадают с того, кто добровольно совершает аскезы. Субтитры создавал DimaTorzok